За одним столом сотрудники водоканала, теплоэнерго, электросетей, спасателей, представители районных администраций и городских управлений. Цель совещания – еще раз обговорить, как службы будут взаимодействовать в случае природных или техногенных чрезвычайных ситуаций. Отрабатывали это взаимодействие в рамках краевых командно-штабных учений. Отметили, от степени подготовки каждого из сидящих за этим столом зависит успешное выполнение задач в случае ЧАЭС. Цель, естественно, это координация действий всех силовых структур по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также дать практику органам управления в руководстве по ликвидации данной ситуации. На заседании штаба учений заслушали доклады о возможных природных угрозах. Сейчас в Сочи наступает время активного таяния снега в горах. На днях там выпал свежий, температура воздуха повышается. Но повода для беспокойств нет, отмечают специалисты гидромедцентра. Но, к счастью, мы не ожидаем существенных осадков, которые могли бы спровоцировать активное размывание снега и подъем уровня воды в реках до каких-то критических отметок. Командно-штабные учения – это не только оценка сил, но и средств спасения. Готовность оборудования сегодня проверяли бойцы городской службы спасения. Вот такие пневмокаркасные модули разворачивают всего за несколько минут. Палатки могут служить и штабом во время ликвидации ЧАЭС, и временным кровом для эвакуированных или пострадавших. Он уникален тем, что не требует поддержания постоянно под дуба воздуха. Он автономен. При надуте есть все. Он стоит и долгое время сохраняет тепло. Ежегодные командно-штабные учения сегодня стартовали по всему Краснодарскому краю. Они продлятся два дня. Сегодня первый день командно-штабных учений. Завтра готовность всех служб будут проверять уже на практике. Накануне вода в реке Кепше поднималась до опасных отметок. Поэтому проверять систему оповещения и отрабатывать взаимодействие всех городских служб решено именно там. Хотя реальных угроз подтопления, как говорят в городской администрации, сегодня уже, к счастью, нет. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин